Дай почитать. Дай почитать. Согласитесь, не каждый будет тягать за собой золотую клетку, и явно с этой девочкой что-то не так. А тут еще и таинственно пропавший заморский принц Петя и Ося, их школьные друзья, упорно ищут попугая, а неожиданно находят ответы на важные вечные вопросы. Сюжет построен как современная школьная повесть, но в основную линию встроено множество сказочных сюжетов, знакомых и не очень. Иногда читать книгу сложно. Всего 170 страниц, а героев масса – и первоклассники, и учителя, и журналисты, и съемочная группа, и бабушки, и дедушки, ученые, и множество сказочных героев в многих книг. Получилась такая книга-кроссовер, дающая возможность радостного узнавания. Книга лишена морализаторства, но в ней очень тонко звучат ответы на многие важные вопросы бытия. Добро, зло, ложь, правда, человеческое достоинство, независимость. В тысячи лет и один день две разные истории – заморского принца Селима и его возлюбленный Лилит. Дело в том, что у принца такая печальная звезда попадать в пикантной ситуации, а у Лилит его из этих переделок спасать. А вторая линия – пробратьев Петю и Осию, решивших во что бы то ни стало спасти попугая, так нужного всем и приносящего так много хлопот. Вот такой получился филологический текст. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волково, 6А. До новых встреч! Дай почитать!